Как вы себя ощущаете? Кто вы? Какая часть ваша главная? Какое ваше главное в жизни намерение, миссия, может быть, да, или смысл в вашей жизни, можно так назвать? В чем смысл, брат? Вот если себя спросить так. В чем смысл в твоей жизни? День за днем он проходит, а вот что, для чего, куда оно все проходит? К чему оно все присоединяется? Какой в этом смысл? У каждого человека всплывает, вот в том-то все и дело, вот когда мы говорим о своем мышлении, то нужно, если так пронаблюдать и быть точным абсолютно, то на любой вопрос всплывает ответ. И вот это слово всплывает, оно как бы очень, можно его поменять, например, не всплывает, а приходит. И тогда совсем другой приход. То есть одно дело, всплывает ответ, откуда всплывает, куда всплывает, а другое дело, приходит. Потом у меня, вот смотрите, если вы наблюдаете за своими мыслями, вы увидите, что за каждым словом или за каждой мыслью приходит другая. И человек не может остановить этот свой мыслительный процесс. То есть получается, что процесс мышления и я, это не одно и то же. Потому что, и даже удивительно, вот это самое удивительное, может быть Марина Франкфорд нам поможет найти ответ. А получается тогда так, если я не могу остановить свое мышление, то есть, то получается мышление это не я. Вот Ася Эпко сможет остановить свое мышление? Не сможет, мысли все равно будут приходить. Ни один человек не может остановить свое мышление. Он может постараться его перенаправить, переключить, да. Получается, что мышление это не тем механизм, который человеком управляет, но человек может, в принципе, этот механизм перенаправить. В этом его свобода выбора. Не в том, чтобы его, этот механизм остановить, мышление, а в том, чтобы его перенаправить. Понятно, да? Значит, что он говорит о этой книге? И он говорит нам следующая вещь, мы уже подходим к завершению, мне прям даже жаль, но начнем Куэлли. Начнем Экклезиаст. Может быть, если будет Экклезиаст слишком депрессивно, да, некоторые говорят, что Экклезиаст депрессивная такая книга, то мы добавим к Экклезиасту, мы добавим еще какую-нибудь более простую, понятную книгу, такую веселую, полезную, которая дает мышлению пищу, которая радует, да. То есть, это очень интересно, кстати, вот человеку необходима разная же пища. И хотя, например, торт вкуснее, чем какая-нибудь укроп, например, ну или там торт вкуснее, чем брынза, сыр, например, да. Да, но нужно и то, и то. Нельзя питаться одним тортом. И точно так же нельзя питаться там одним, например, никаким элементом, одним питаться нельзя. Нужно человеку все. Поэтому точно так же и уму, и душе есть разные виды пищи, разные книги, разные информации. Это как раз, как разные виды пищи. Итак, мы дошли до того, что вчера автор книги восхищался тем, какой, какой все-таки есть у человека невероятный подарок от Всевышнего, это разум. Это его разум, это его возможность запоминать, обучаться. И с помощью разума человек может делать удивительные вещи, даже в космос полететь, да, он может. И в космос он может полететь, и он может там совершать разные эксперименты в космосе, да, это на этой космической станции, международной космической станции МКС. Там живут разные космонавты, ну, долгое время они там живут, проводят, значит, опыты разные, научные и ненаучные опыты. Астронавты из Мериди прилетели, и там были астронавты из Франции, и астронавты из Мериди провели с астронавтами из Франции пять научных и три ненаучных опыты. Дальше автор книги продолжает. Собственными глазами мы видим величие человека, его почетную участь, ибо Творец его возвеличил и поднял над всеми творениями, дал ему власть над всеми низшими созданиями. То есть мы видим, что человек венец творения, да, венец творения, и вот это слово венец творения, он тоже непонятно, венец, да, кто сейчас в венце ходит? Значит, никто уже в венцах не ходит. Значит, я сегодня как раз прочитал из такая еще книга «Йом-йом», ее читают вот каждый день, маленький кусочек ее читают. И там было написано, что такая мне очень понравилась идея, что в начале был до мира, был как бы в замысле Всевышнего, был Адам Акадмон, первичный человек. Как бы есть Всевышний, потом он задумал первичную некую идею, свое отражение, и дальше из этого своего отражения, из этой идеи, начал разворачиваться мир. И этот мир начал разворачиваться из идеи человека, потом развернулся мир, как место, в котором будет человек. И получается, что человек – это отражение мира, а мир – это отражение человека. И когда все живое, помните, было до потопа, все живое извратилось в свой путь, потому что первые люди, они же по образу подобия Бога были, до потопа. И они могли менять, вот знаете, как программисты, сейчас у тебя есть такие, ты можешь достраивать реальность, да, ты можешь кастомизировать. Вот сейчас, например, последняя вышла операционная система в телефоне Apple, и ты можешь очень много там кастомизировать, то есть что такое кастомизировать? Ты можешь менять размер иконок, там, менять цвета, менять их расположение, там, ты можешь очень много вносить изменений. И вот первое поколение до потопа, люди могли вносить очень много изменений, очень много изменений в мироздание, могли вносить люди. И когда они получили это право, это свобода выбора, она есть, то люди тогда, они изменили мир. А так как мир есть изменение человека, то вся плоть извратила свой путь. То есть они начали так менять вообще, значит, что кто хотел, например, там, астральный белый сфер, вот сейчас кто-то написал там в ютюбе. А раньше, например, люди, которые были до потопа, они могли, ну, своей мыслью менять реальность. В общем, и они так наменяли, что всевышний говорит, не-не-не, стираем программное обеспечение мира, и кто остался? Это один Ноах. Ноах, Ной, его как неправильно произносит его имя, правильно, как его звали, его звали Ноах. С ним рядом была всего лишь одна семья, и каждой твари попали, да, а животных чистых было по семь. И они тогда все не собрались в ковчеге, то есть это было только то, что относилась к нему та часть мира, которая не извратила свой путь. И дальше он говорит следующую вещь. Человек же состоит из тела и из души. И хотя тело его ходит по земле, подобно животным и пресмыкающимся, благодаря мудрости душа его ходит в высшем мире. Она наблюдает и знает мудрость наути, которая пребывает в высших, и мудрость разума, которая пребывает в небесах, и ход звезд их размера. То есть получается, что тело человека, оно, в принципе, от животных практически не отличается. И что может вместить тело? Тело может вместить там 3 литра воды, например, а уже 4 литра лопнет. То есть если выпьет человек одновременно 4 литра воды, лопнет, не может больше вместить. Еды там, человек может вместить, ну одновременно сколько с кушать, килограмм еды, ну 2 еды, ну 3 еды, килограмма, уже некуда, все. Вот вся вместимость тела. Тело это вертикально ходящая лужа, в которую вмещают очень мало, 70% воды и 30% таблицы Менделеева. И вот мы видим, что умудренный мудростью человек управляет обеими мирами, верхним и нижним. И тогда человек может задать такой вопрос, а зачем Всевышний мне все это сообщил? Вот зачем мне Всевышний сообщил, что есть в мире там 200 стран? Зачем Всевышний мне сообщил, что есть там Вселенная? Зачем Всевышний мне сообщил, что есть Тора, Машера Бейну, что есть высшая математика, алгебра, диаметрия? Зачем это все нужно вот этому вот вертикально ходящей лужи? А зачем? Ответ может быть такой. Потому что, поняв и осознав величие поразительных и страшных чудес, человек понимает и осознает, что ему следует покорить тело душе, так как по отношению к душе тело вторично. И подобно тому, как человек, едущий на лошади, держит узду и управляет лошадью, поворачивая ее туда, куда захочет, лошадь второстепенно по отношению к человеку. Она орудие человека, а не человек орудие лошади. И душа также управляет телом. Душа основное, а тело второстепенное. И горе, и беда тем, пишет автор книги, кто душу покоряет тело, передавая основное во власть второстепенному. Что мы видим из этой идеи? Вот возьмем, например, я задал вам вначале вопрос, а в чем смысл жизни? Вот человеку, если задаст вопрос, в чем смысл моей жизни? И если у него нет смысла жизни развивать душу, учиться, соединяться со Всевышним, постигать истину, то тогда, допустим, он убрал этот смысл. Он говорит, не, не, не в этом смысл. А в чем тогда смысл? Зачем ты живешь? И тогда у него что остается? Жить, чтобы размножаться, например. Да, вот как говорят люди, я живу ради детей, некоторые говорят. Да, я живу ради детей, а ты спроси вот этих вот людей, да, помнят они, как зовут их прабабушку, прапрабабушку, прапрабабушку, прапрапрабабушку, там на 4-5 поколений. Большинство людей не помнят. То есть, получается, что те, кто жили ради них, ради продолжения, бывает уже на второе, на третье поколение, к сожалению, продолжение уже, оно как бы совершенно живет независимо от тех людей, которые, да, которые их произвели. Теперь кто-то скажет, я живу для того, чтобы, там, я не знаю, получать удовольствие, да? Теперь тут тоже, тогда есть очень интересный момент. Человек, который живет ради того, чтобы получать удовольствие, сколько времени длится получение удовольствия? Ну, например, он живет, чтобы получать удовольствие, от чего? От пищи. Сколько времени в день он кушает? Три часа. Ну, то есть, если взять в процентном соотношении то время, которое он кушает, то оно очень маленькое относительно всей жизни. И получается, что вот он покушал, а дальше что? Так, получается, он живет ради того, чтобы пожевать какую-то пищу и почувствовать вот этими рецепторами, там, ее вкус. Как-то тоже грустно, да? Ну, не знаю, может, кому-то нравится. Если человек понимает, что телу служить нельзя, почему? Потому что тело ничего существенного собой не представляет. Оно прах, и гниль, и черви, и уготовано к бедам, приготовлено к смерти. Значит, как же может так быть, чтобы великое служило эфемерному и хилому? То есть, получается, что душа человека, его постижение, его интеллект, то есть, его интеллектуальная жизнь, его вот это вот нематериальное составляющее, а мысли, это нематериальное составляющее. Даже когда человек о чем-то мечтает, то вот этот процесс мечтания, если глобально посмотреть, это духовный процесс, то есть, он мечтает о чем-то, значит, его вот эта вот мыслительная составляющая, его виртуальная, скажем так, часть, которая находится в его мыслях, в его интеллекте, важнее, чем его телесная часть. То есть, тогда получается, почему выбор идет на то, чтобы считать себя вот этим вот развита инфузория туфелькой и обезьяной, и этим телом, почему же, если ты все равно живешь в интеллектуальной жизни, почему не пойти еще на один шаг вперед и не признать или не поверить, не понять, не предположить даже, что твоя следующий этап виртуальности, да, это душа, то есть, мысли, они как-то привязаны к телу, то есть, мысли, они привязаны к интеллекту, к интеллекту, как мысли, это программа, к мозгу, да, к серому веществу. Теперь, ну, мы же понимаем, что сигнал, который идет по интернету, он не привязан к компьютеру, то есть, он летает, вот я сейчас сижу, у меня, вот видите, вот телефон, он вообще ни к чему не привязан, но он передает сигнал в фейсбук, а как он передает сигнал в фейсбук? То есть, он воспринимает звук и какие-то световые сигналы через камеру, он потом этот сигнал преобразовывает в своем внутреннем, назовем это мозге, да, в процессоре, потом этот сигнал через какой-то канал, он его отправляет по воздуху, вот туда у меня есть такой вот вай-фай передатчик, этот вай-фай передатчик отсюда передает на другой вай-фай передатчик, тот вай-фай передатчик передает еще куда-то, в общем, и вы получаете свой сигнал там, где вы находитесь. Так что из этого следует? Что все-таки мы понимаем, что мысль и она потенциально может, мы уже сейчас это видим как бы на примере, мысль может быть привязана к нематериальному источнику, к телу, тело это материальный как бы, да, источник мысли, и мысль также может быть связана с душой, с каким-то нематериальным моим продолжением, как мое отражение в облаке, да, вот есть у каждого, кто сейчас пользуется, там, на джимеевом, например, у него есть, или у него есть в облаке есть 15 гигабайт памяти, где хранится его информация, он не знает, где это облако, но все его письма, вся его переписка джимеева хранится в каком-то облаке, и он, человек, тогда понимает, а может быть, и душа моя хранится в каком-то облаке, и тогда, если моя душа хранится в облаке, то тогда для тела мне понятно, что делать, да, тело надо тут почесать, тут воды залить, вот тут надо, значит, там, еды закинуть в тело, с телом все понятно, а что для души-то делать, и тогда может человек задуматься, кто же я, если небо и земля созданы для меня, лишь для того, чтобы покориться Всевышнему, понять его чудеса, прославлять и восхвалять его, и какая польза от всего этого мира, если бы не было учения, которым человек очищает и справляет себя, учение это Тора, само слово Тора переводится учение, логично ли думать, что мир создан для наслаждения тела, низкого и темного, тело эфемерно, в нем нет ничего существенного, мы видим, что человек из всех творений избран по его великой мудрости и множеству его деяний, потому что все создания покорены человеку, у него есть возможность изучать мудрость и понимать глубокие таинства, и проникать в тайны нижнего мира, этого материального мира, что делает наука, она проникает в тайны, она просто раскрывает то, что уже создано, что наука делает, они говорят, смотри, как оно устроено, там, вот это прикол, да, ну, ученые, что ученые, Эйнштейн, там, смотрел на свет, смотрел, думает, как он этот свет вообще светит, потом представил, как свет, что он сидит на луче света и летит он, значит, где-то там быстрее, чего-то там, он думает, вот вообще, как оно работает, да, и такой, говорит, все относительно, и другие ученые такие, вау, реально-то все относительно, как мы раньше не замечали, что все относительно, и Эйнштейн, значит, все, самого на человека в мире понял, что он постиг, что все относительно, молодец, так, а зачем он это постиг, вот это, как раз, говорит автор книги так, мы видим, что человек из всех творений, избран по его великой мудрости, и множеству его деяний, что все создания покорены человеку, у него есть возможность изучать мудрости, и понимать глубокие тайны, понимать тайны нижнего мира, и познавать тайны мира высшего, о, и вот тут, познавать тайны мира высшего, Вот тут интересно, потому что мир низший, можно пронаблюдать, там даже вот эти вот коллайдеры, они разгоняют какие-то физические частицы, а высший мир, духовный мир, он нематериальный, он нематериальный, не можем, нет у нас прибора наблюдать за нематериальным миром, потому что наши материальные приборы, органы чувств, они привязаны к низшему миру, но пророки, это те, которые как раз из низшего мира материального, они каким-то образом могут заходить через свою душу, потенциально такой функционал есть у любого человека, но пророки, они этот функционал свой развивали, и они могли сквозь душу заходить в духовный мир, оттуда каким-то образом воспринимать информацию, но воспринимали они информацию все равно через свой интеллект, и через свой интеллект, и через свои слова передавали эту информацию нам в нижний мир, людям, чтобы мы своими, своими, на базе тех знаний, которые уже у нас есть, пытались понять, что они нам хотят передать. Это написано, познавать тайны высшего мира, то есть мы их можем познавать, но не можем мы их по большому счету воспринимать, потому что нам их все равно передают, передают пророки через мудрецов, это как ребенка, папа встретил, говорит, ребенок, значит, пятилетний, я тебе сейчас расскажу, там, высшую математику, да, или алгебру какую-нибудь, он говорит, а что такое алгебра, я не знаю, значит, вообще, пока не знаю, что такое цифры вообще, даже два не знаю, он говорит, нет, я тебе сейчас алгебру объясню, вообще, чик-чак, уравнение, там, и так далее, либо она говорит, я не понимаю, о чем ты, папа. Вот то же самое люди, которые пытаются воспринять тайны духовного мира, но у них нет совершенно абсолютно никакого понятинного для этого аппарата, но те, кто уже учатся, они постепенно приобретают. И вот тот, кто постигает тайны высшего мира, он будет пребывать в то, что называется наивритель Срора Хаим, узел вечной жизни, если он исполняет закон. То есть он тогда понимает, ему говорят, смотри, вот есть у тебя вот эта твоя душа, вот есть ты, как набор идей о себе, вот есть твое тело, тело, которая вертикально ходящая лужа, которая тебя носит по этому миру, там, 70-80 лет, за которой ты должен ухаживать, чтобы она, это как твой биоскафандр, который хорошо тебя носит. И у тебя есть возможность на протяжении всей этой жизни, твою, вот эту вот, твой верхний этаж, который называется твоя душа, с помощью специальных действий перенести твое самоосознание, то, кем ты себя считаешь, там, каждый себя считает, ну, какое-то название, есть у человека, у него есть какие-то желания, привязанности, мысли о себе, у тебя есть потенциальная возможность через определенные действия, называется заповеди, перейти на твой же верхний уровень и остаться для вечной жизни. И человек, раньше это объясняли, ну, как бы объясняли, каждый, там, прородие, учителя, они приходили к своим, как бы, детям, грубо говоря, да, и объясняли на их языке, там, христианам объясняли по-своему, значит, вот, видите, был там, Христос, вот, его убили, и он за вас пострадал, и все, и теперь вам главное в это поверить, вот, по-простому, запомните, вот, его убили, он за вас пострадал, значит, у вас все будет хорошо, понятно? Понятно, понятно, все понятно. А кто виноват? Евреи, значит, они его убили. И что? Все, значит, евреев можно убить, и у них имущество забрать. Ну, шикарно, вообще, классно, а как называется? Крестовый поход. Ладно, значит, и им стало, там, по-своему было понятно, мусульмане приходят к бедуинам таким, да, говорят, есть Аллах, значит, Элаим это всесильный, есть, есть, хотите вечно жить? Хотим, а что для этого надо делать? Нужно пойти неверных убить, и у них все забрать. И что? И все, значит, все шикарно, неверных убили, все забрали, значит, поверили, что есть у вас вечная жизнь, и заходите туда, а там что? А как там вечная жизнь? 72 девственницы. Прикольно, все, значит, и что, 70 девственниц будет, да? Все, значит, пошли убивать неверных. И, значит, ну, примерно плюс-минус схема, она, она везде была одинаковая, объяснений. Мы-то сейчас уже на уровне, когда мы чуть-чуть понимаем, как, ну, больше уже, люди больше стали образованы, поэтому мы можем понять чуть-чуть на других терминах, на других примерах, как это все работает через интернет, через компьютер, через облако. Мы понимаем, что есть душа, и убить кого-то, это не лучший вариант попасть в вечный мир, как бы, он очень нелогичный, что убивая кого-то, человек может попасть в вечный мир, да? А получается, наоборот, как бы, человек, который, ну, ориентирует, не знаю, как, кстати, интересно, вот почему, например, идея про любовь и про добро Бога, она более интересная, чем идея о том, что, там, сатанисты какие-нибудь, или еще кто-то, там, вот давай кошку убьем, значит, и печень ее съедим, и все, и нам будет хорошо. То есть, ну, сатанизм не популярная какая-то, септа, то есть, этих сатанистов, их, там, два-три каких-то саможедших, которые очень просто, ну, то есть, добро все-таки, оно, оно, мне кажется, ну, я думаю, что Бог, который сделал, устроил этот мир, он все-таки дал человеку внутри вот это ощущение, где по-настоящему божественное, а где нет. И все-таки, даже если мы посмотрим ислам, христианство, то большая часть, я думаю, там, 99% людей, которые исповедуют эти религии, они все-таки добрые, они добрые, они светлые, они тянутся ко Всевышнему, как к источнику любви и добра. Есть там 1% маньяков, которые, в каждой религии, я думаю, да, вопрос только эти маньяки, 1%, какую они в ней занимают роль. Например, в том же исламе, например, да, вот этот Синуар, который крыса, да, маньяк, убийца, его даже в Газе сейчас поддерживают, там, 3-5%, то есть, они уже поняли, что вся вот эта вот нечисть, да, которая идет через боль, через убийство, они все, их, ну, 1%, они 99% ведут к страданиям. Поэтому все-таки я думаю, что добро всегда побеждает зло, свет всегда побеждает тьму. И вот этот свет души, который есть у любого человека внутри, он есть, он все равно сигналит и тянет человека на правильный путь. Вот поэтому, поэтому сейчас, вот видите, мы живем в самое счастливое время. Давайте я дочитаю то, что я сегодня отметил, чуть-чуть и все просто прочитаю, и идем заниматься каждой своими делами. Кто-то идет душу свою усиливать, кто-то идет за телом ухаживать, кто-то идет просто куда-то идет. Так вот, значит, он говорит, что душа стремится пребывать в этом вот связке вечной жизни, если исполняет закон. На что это похоже? Если бы царь ввел своих слуг, пригласил их во внутренние покои, раскрыл им все свои тайны и предупредил, что они должны вести себя честно, а если будут так поступать, то он, царь, даст им великое благо и многократно возвеличит их, а то, что он открыл им свои тайны и сокровищницы и отдал им во власть свое царство, это им знак. И они поймут, что царь говорит правду. Так же и Всевышний показал человеку свое величие и славу и открыл ему свои тайны, высшие и низшие, отдал ему во владение все, и благодаря этому человек поймет значение своего величия в будущем, если постарается в служении Всевышнему. То есть, говорит нам автор этой книги, что то, что Бог отдал мир человеку, полностью отдал, это доказательство любви Бога к человеку, доказательство величия человека и доказательство того, что Творец, который добрый, любящий и дающий, он хочет дать еще большее благо. Но это большее благо человек может заработать, как здесь, в этом мире, праведной жизнью, правильными отношениями с людьми, добрыми отношениями с людьми. И он получает намного больше добра, света, радости, чем человек, который идет по путям зла. То есть, пути зла, они работают только на кратковременную какую-то, там, что-то украл, украл, выпил в тюрьму. Вот у него все его добро, но сконцентрировано. Да, украл, не работал, выпил, не, это не спортом заниматься, сразу набухался, ему хорошо, там, или наркотиками. Но потом быстрая расплата. Или человек, который идет спокойно, медленно, он получает все, может быть, медленным, тяжелым, но разрешенным способом. То же богатство, те же отношения, то же отношения с людьми. То есть, он идет через добро, то в итоге, если он точно так же медленно, по 30 минут день за сторой, выполняя по одной-две заповеди в день, делая по одному два добрых дела, и главное, как сказал царь Давид, сурмират, отодвинься от зла. То есть, однозначно, нельзя делать зло. И делая добро, по чуть-чуть, то вот это добро, оно тебя усиливает, и в итоге накапливается и вытаскивает человека в вечную жизнь. Все, всем хорошего дня, чтобы Всевышний дал всем хорошим, добрым людям благословение. Главное благословение, это заниматься добром, заниматься светом, заниматься совершенствованием себя, своей души, своего тела, которое является храмом, да, как храм-пристанище для души. И чтобы всем было все хорошо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok